Только в Фейсбуке последний видеоролик о том, как Рахмон ходил в гости к сельчанам, набрал порядка 10 тысяч лайков. Комментарии в основном хвалебные и радостные. Связан ли подобный успех с тем, что таджикистанцы не привыкли видеть главу государства в неформальной обстановке, или речь идет о новой для Таджикистана успешной политтехнологии, пока говорить рано. Подобные видеоматериалы стали появляться недавно. Видеоролики с президентом в гостях сделаны непритязательно. Сразу видно, что семья для этого выбрана достаточно зажиточная. О неформальном общении даже речи не идет. Глава государства сидит во главе стола и ест, а хозяева сидят в сизах с правой рукой на груди. Знак уважения. Беседа также идет в одни ворота. Рахмон задает вопросы, люди четко и лаконично отвечают на них. Президент не забывает и о наставлениях. Нужно усердно работать, честно жить и делать запасы на зиму. Запасы делайте, зима будет тяжелой. Продукты питания в первую очередь. Официально это всего лишь рутины и рабочие поездки Рахмона по стране. Но политобозреватель Азиз Нахибзода уверен, что налицо попытка воздействовать на электорат пиар-методами. Хотя предвыборная кампания еще не стартовала, Рахмон использует все возможности для повышения рейтинга у населения. А поход в гости к обычной семье должен создать в главе государства имидж народного руководителя. Уверен Нахибзода. Всегда перед выборами количество якобы рабочих поездок президента вырастает в разы. В этот раз власти использовали новый ход. Очень хорошее и интересное решение, но реализация никуда не годится. Культ президента Таджикистана с каждым годом набирает обороты, говорит политолог Обдумали Кадыров. Реальной оппозиции в стране не осталось. Уровень жизни населения, особенно в период коронавируса, упал. Но сегодня впервые за многие годы в соцсетях открыто критикуют существующий режим, подчеркивает Кадыров. Поэтому власти ищут новые возможности для сохранения популярности Рахмона и укрепления его позиций. То, что сейчас происходит, те новые политтехнологические игры, которые сейчас реализуются у нас и особенно по телевидению рекламируются очень широко, они и направлены на то, чтобы вернуть позиции, утерянные позиции, которые потерялись у власти во время, в начальный период коронавируса. Вот это и есть основная цель той политтехнологической игры, которая сейчас происходит. С момента обретения независимости ни одни выборы в Таджикистане не признавались западными институтами в качестве свободных и демократических. По данным ОБСЕ, на выборах в парламент в этом году был откровенный подлог при подсчете голосов. В итоге высокие рейтинги ни на что не повлияют на выборах, уверен Кадыров, а нужны нынешнему режиму как дополнительная гарантия сохранения власти. Анну Шервонарипов, Насим Исамов. Настоящее время Азия.